Чужой кино Чужая листья вообще не требует Да мне пофигу, что ты меня снимаешь? Это давай мое согласие, ты, черт Ты себя снимаешь Будьте добры, представьтесь, пожалуйста Департамент муниципальной безопасности Одесского горсовета Понял, можно документы? Я представлю себе документы Если можно, документы не снимаю Почему? Как это? Вы же официальное лицо Ну хорошо, пожалуйста Еще раз, Каранска Вороника Владимировна Главная специалист инспекции благоустройства устройства управления директор департамента кузнецов я понимаю что андрей котляр является курирующим замом по вашему направлению пожалуйста вот мои документы слабый линк владимирович главный редактор газеты не раскрыли преступления теперь поджечь пожалуйста это примерно что вы здесь с целью демонтажа ну я не демонтирую я присутствую знаю что здесь адрес у кого есть документы по демонтажу в данный момент копия погоджиня господина котляра есть наше письмо которое что на погоджиня не мне интересует конкретное решение по демонтажу все эти документы не дают право на демонтаж если есть 225 решение покажите просто опять же копия но есть на сайте горсовета есть так меня интересуют документы на конкретный объект то есть что есть предписание о демонтажа на конкретном адресе мы подаем письмо опять же у меня сейчас копия где куча перечислено адресов и ваш в том числе присутствует адрес мы подаем адреса на согласование где подписание китлера в смысле этого конкретно демонтажа этих объектов адрес с адресом с указанием адреса не письмо которые заместители детского городского головы будьте добры тогда покажите то есть в этом списке есть некрасова будьте даже тогда час шанова надрива это это все что мы выявили мы подаем тоже здесь некрасова один так кем подписаны теперь теперь мы подаем наш директор департамента подает данное письмо департаменте Продолжение следует... 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 должны действовать на основании соответствующих документов то есть положение данном случае насколько я понял представитель сказала о том что положение о департаменте муниципальной безопасности существует а вот положение управления и соответствующих должностных инструкций сотрудников этого управления не существует как таковые в чем возникает сложность скажем так в данном вопросе дело в том что при отсутствии данных документов фактически крайне сложно как для человека обывателя обыкновенного гражданина так и для сотрудника соответствующего управления а в данном случае для суда определить вообще наличие каких-либо полномочий у данного органа потому что мы имеем как бы до положение об управлении в котором прописано функции возложены на это управление что они имеют права делать за какой скажем так там направление работы отвечают как они это делают при этом этого положения не существует в данном случае спор идет о том что насколько мне опять таки известно был составлен некий протокол о нарушении для того чтобы протокол о нарушении был составлен соответствующее лицо должно быть наделено соответствующими правами по составлению выявлению составлению этого протокола и так далее как производные при отсутствии должностной инструкции фактически отсутствует и понятие этого лица как такового. Он может называться по-разному инспектором, проверкой какой-нибудь и так далее, и так далее, и так далее. Но, исходя из названия, понять, на что уполномочено это лицо невозможно фактически. Это прописывается в соответствующей должностной инструкции. И при этих обстоятельствах установить уполномочено ли это лицо на составление протокола для суда фактически невозможно. А по сути своей оно исключает возможность составления протокола как такового. Потому что лицо не уполномочено на это, ввиду отсутствия как раз должностной инструкции и соответствующего положения. То есть, исходя из этих скажем так, вводных данных, из той ситуации, которая есть на сегодняшнем времени, департамент муниципальной безопасности, а именно управление благоустройством экологии, не уполномочено на сегодняшний момент времени, начиная еще с января 2018 года, на составление каких-либо протоколов. И фактически даже на произведение каких-либо действий по этому поводу. Какие, по вашему мнению, может это нести последствия для департамента муниципальной безопасности? Я объясню вопрос. Дело в том, что за этот интервал с января 2018 произошел целый ряд инцидентов, связанных с демонтажами, с разрушениями малых архитектурных сооружений. И везде якобы были какие-то документы от департамента муниципальной безопасности. Первое, о чем я бы сказал и на чем бы сакцентировал, мы говорим конкретно об управлении экологией и благоустройством. Если в тех вещах, скажем так, о которых вы говорите в виде сноса каких-то зданий, в виде наличия каких-то конфликтов, принимало участие, либо были какие-то документы составлены конкретно данным управления, потому что мы можем на сегодняшний момент времени говорить именно об этом, то появляется судебная перспектива прежде всего отмены соответствующих документов, которые были именены, там, приказов, предписаний и тому подобных вещей. Если эти документы легли в основу действий департамента муниципальной безопасности, то, конечно, эти действия, которые были им произведены, могут быть признаны незаконными, да, они могут быть отменены уже в судебном порядке, скажем так. И да, у человека, гражданина, юридического лица, в отношении которого совершались непосредственно действия со стороны департамента муниципальной безопасности при тех оговорках, которые я говорю, да, появляется судебная перспектива не только отмены действий, но и взыскания ущерба, в том числе, что предусмотрено у нас законодательством Украины. А как вы думаете, почему это могло произойти? Это просто халатность? Кто-то не досмотрел? Вот как такое может произойти? Функционирует целая структура при Горсовете органов местного самоуправления без полномочий должностной инструкции. Как это может произойти? Чисто теоретически. Вы знаете, для меня сложно определить, как можно вообще работать таким образом, потому что дополнительный аспект происходящего у нас же возникает не только в аспекте взаимоотношений, скажем так, департамента муниципальной безопасности с теми, кто находится вовне, да. Это же еще и нарушение, грубое нарушение законодательства о труде. То есть фактически люди, которые у них работают, не знают, что им делать, как они должны это делать. Работодатель может их послать куда ему угодно, в данном случае, извините за такую риторику уже, да, и заставить их делать фактически все, что угодно. И после того, как человек что-то сделает, он может абсолютно спокойно сказать, извини, ты делал это неправильно, потому что я так считаю, а никакого документа фактически не существует. Это что касается непосредственно взаимоотношения в самом департаменте муниципальной безопасности. Что же касается, ну, как бы того положения вещей, которое сложилось, для меня оно является абсурдным. Потому что, ну, в чем может быть причина глупой халатности никакого, ну, как бы, объяснить это для меня крайне сложно на самом деле. Что двигало этими людьми? Возможно, ну, формирование некой, там, условной безопасности, да, когда никто ни за что не отвечает, то, соответственно, некому нести ответственность. Переходим с позиции личностного какого-то, да, личностной ответственности до позиции коллективной ответственности, что, как бы, исключено, согласно даже, допустим, уголовного кодекса Украины, да, как такового. Был ли это умысел, либо это была неосторожность, либо это некая сложная бюрократическая процедура. Но, честно говоря, для меня вот сложная бюрократическая процедура, как по мнению, ничего сложного в этом нету, потому что мы имеем структуру бурсовета, которая не находится в Киеве, она находится даже близко, как бы, территориально от города Героя Одессы, да, в пределах города Героя Одессы. А уже, как бы, вот, ни подписания, ни составления, потому что, насколько я помню, как раз представитель соответствующего управления говорил о том, что, или департамента, говорил о том, что, якобы, эти инструкции там и положения, они прописаны, но до сих пор не подписаны. Что мешает подписать, утвердить за 7 месяцев, фактически, года, как бы, ну, для меня, честно говоря, является загадкой. То есть, это же ведет, и человек разумный не может не понимать, что это ведет, фактически, к, ну, нарушению всех возможных законов и исключение всех возможных полномочий конкретного управления и возможных департаментов в том числе. Потому что мы в данном случае говорим именно как раз об управлении, мы имеем четкие, как бы, сведения о том, что нету соответствующих должностных инструкций и соответствующего положения. Посмотрите, Максим, по сути, вот этот абсурд, он дает серьезную судебную перспективу для всех тех лиц, которые пострадали от действий этого конкретного управления департаментом муниципальных безопасностей. А это значит, что это может привести к ряду судебных процессов. Я не знаю, пяти, десяти. Да. Исходя из тех данных, которые у нас есть в наличии, видеоматериалов, ущерб нанесен на уже сотни тысяч долларов. Угу. Чисто гипотетически мы предположим, что так как полномочий нет, то эти судебные процессы будут проиграны управлению благоустройства экологии и департаментом муниципальной безопасности. Возникает вопрос, а кто платит будет? Это же государственный орган, получается. Я немножко уточню, это орган местного самоуправления. И фактически ответственность несет орган местного самоуправления, который создал этот департамент. Потому что когда мы говорим именно о департаменте, мы не имеем дело с коммунальным предприятием, да, или коммунальную установку. Я сегодня, как бы, закон приписывает уже, как бы, да, и переименование несколько меняет в эту структуру. То есть он, насколько мне известно, он не является отдельным хозяйствующим субъектом. В его составе или в его подчинение может входить ряд коммунальных предприятий, которые имеют отдельный баланс поступления на счеты и тому подобные вещи и сами отвечают по своим долгам, скажем так, да, в том числе и по взысканию в судебном порядке. То в данном случае, когда мы говорим о департаменте муниципальной безопасности и его структурном подразделении управления благоустройства и экологии нести ответственность будет Госсовет. То есть, по сути, за грубейшее нарушение чиновников платить будет одесситы? Да. Если мы говорим о муниципальном бюджете, о местном бюджете, то именно так оно и есть. А здесь, как уголовное право на это смотрит? Посмотрите, одесситы жили себе неожиданно, да, платили налоги. Тут ряд чиновников совершил ряд грубых нарушений, абсурдных, да. Суд, проигранные дела. И одесситы, одесситам же платят за ошибки чиновников. А вот как уголовное право на такие ситуации и ошибки чиновников смотреть? Сходу проквалифицировать эту ситуацию непросто, я бы так сказал. Но у нас есть статья 364 Уголовного кодекса Украины, насколько я помню, которая говорит о том, что превышение должностных полномочий соответствующим лицом, приведшее к значительному ущербу, несет за собой уголовную ответственность. Мотивы данного могут быть разные, на самом деле, потому что Уголовный кодекс у нас предусматривает мотив как прямой, умысел как прямой, так и косвенный. Халатность. В том числе он делится уже дальше, как бы, и фактически в данном случае я бы говорил о халатности. Либо это умышленные действия, которые позволяют, скажем так, расширить определенный коридор полномочий на действие на безнаказанность, да, либо это, ну, просто прямая халатность, которая направлена на то, чтобы не выполнять закон, как бы, или незнание, да, как бы, существование, там, необходимости контроля и так далее, и так далее, как производные. Но оно, опять-таки, не освобождает ответственность, соответствующее должностное лицо, которое допустило эти нарушения. Несомненно, как бы, по моему мнению, при установлении соответствующих фактов судом, взыскании соответствующих денег, можно говорить об уголовной ответственности лиц, которые непосредственно должны были отвечать за то, чтобы, как бы, ну, скажем так, документальное оформление, подтверждение всех необходимых документов было сделано своевременно, в полном объеме и так далее, и так далее, и так далее, и не сделали этого, то они, конечно, могут нести уголовную ответственность в том числе. Вы же знаете, мы сейчас проведем достаточно масштабное журналистское расследование. И вот тот вывод, который я сейчас могу сделать, я хочу его прокомментировать, он выглядит следующим образом. Смотрите, это же не первый год Департамент Муниципальной Безопасности действует в определенном смысле. Но вот почему-то только после того, как произошел конфликт с конкретной адвокатской компанией, небольшой адвокатской компанией Редут, у этого управления благоустройства и экологии Департамента Муниципальной Безопасности появились огромные проблемы. То есть, по сути, до Редута никому не было дела, ни до документов, ни до полномочий, ни до должностных инструкций. А как так? Целый город страдал, якобы, множество предпринимателей страдали от действий Департамента Муниципальной Безопасности, и только адвокатская компания Редут сделала так, чтобы все это стало тайно, стало явным. Вот как так? Ну, первое, вы же сами говорите, мы говорим об адвокатской компании, да, и пусть она небольшая, и пусть она, но адвокатская компания все-таки занимается правом профессионально, да, скажем так, то есть она оказывает соответствующие услуги. И было бы нелепо, если бы адвокатская компания не могла бы разобраться в, собственно, нормах права, которые регулируют деятельность в том числе Департамента Муниципальной Безопасности, да? А почему бизнес не решался раньше, скажем так, при тех действиях, которые есть, обратиться за профессиональной помощью, либо иными другими действиями? Там были адвокаты, в том-то и дело. Вот, насколько мне известно, были десятки адвокатов. Это что, такой уровень адвокатуры в Одессе низкий? Не знаю, я не берусь оценивать уровень адвокатуры, я сам живу и работаю в Одессе, поэтому, как бы, ну, знаете, про коллег... Либо хорошо, либо нет. Да, поднимать эти вопросы, как бы, не стоит. Но в чем уж там причина, как бы, ну, мне сложно понять, на самом деле. Почему этого нельзя было сделать раньше, почему нельзя было остановить эту машину, которая действует вот по состоянию 2018 год, с 01.01, грубо говоря, 2018 года, вообще вне правового поля, в виде там соответствующих управлений, мне непонятно, честно говоря. И опять-таки мы же можем иметь специфику Одессы, где никто не хочет с кем-то ссориться. По какой-то причине. Уж по какой, не знаю. Вероятно, может быть, была какая-то поддержка со стороны, там, власть имущих, скажем так, да, как бы, это не исключено. Но опять-таки при соответствующем правовом сопровождении, при урегулировании данных вопросов, при разбирательстве с этими вопросами, никакое возможное противодействие, которое возникает, если оно выходит за пределы правового поля и нормой, оно таковое, то оно, конечно же, может быть устранено. Ну, в том числе, как бы, путем подачи соответствующих исков законодатель предусмотрел порядок, как можно защищать свое право. И оно должно быть защищено, по моему мнению, опять-таки, да. В том числе, потому что я занимаюсь профессиональной благоскодительностью. Ну, я думаю, что я в таком случае не ошибся с названием статьи, которая сейчас будет перевернена на английский язык, на итальянский, и нам надо будет называться «Черный день одесских муниципалов». Потому что до определенного момента все было вроде как ключево. Все можно было сделать. Все было серенько. Все было серенько, да. А вот сейчас появились, к сожалению, для них черные и белые краски. Я благодарю вас за интервью и за ваших работников. Всегран. Как вы думаете, по какой причине адвокатская компания «Регут» периодически находится в эпицентре громких скандалов и расследований? Существуют, скажем так, моменты, на которые мы… определенные вещи, на которые мы не можем закрыть глаза. Мы глубоко убеждены в том, что… Возможно, для кого-то эта фраза будет избита, да, что необходимо придерживаться норм закона. И когда те или иные люди, те или иные, скажем так, представители органов власти или представители органов местного самоуправления берут на себя функции, которые им не принадлежат. Функции суда, функции прокуратуры. Когда они присваивают себе полномочия, которых у них нет в соответствии с законом, мы считаем, что это нельзя, вот знаете, вот просто… нельзя на это закрыть глаза и как бы перестать на это реагировать. То есть когда то или иное лицо наделяет себя полномочиями, которых у него нет в соответствии с законом, присваивает свои функции, которых у него нет в соответствии с законом, то мы считаем, что, безусловно, на это необходимо реагировать, и это нельзя умалчивать, потому что мы с вами, как бы мы там… кому-то это нравится, не нравится, мы с вами все живём в обществе, мы с вами все живём в государстве. И знаете, вот есть такое вот выражение, что бытует мнение, что если вот, условно говоря, хороший человек начнёт дружить с плохим человеком, то плохой человек станет хорошим. Да, но в жизни всё происходит наоборот. Обычно хороший становится плохим. И к чему я это говорю? К тому, что, скажем так, незаконные тенденции и вот это вот поведение, если оно остаётся безнаказанным, оно имеет свойство копирования и распространения в обществе. И как бы мы того ни хотели, мы в этом обществе живём. И сегодня это может вас не касаться, а завтра это может напрямую коснуться вас и ваших детей. Это то же самое, например, вот когда мы берём с вами дела по дорожно-транспортным происшествиям, да, то есть когда сбивают человека насмерть на пешеходном переходе, да, вот, то есть все прекрасно понимают, там, человек, который находится, например, в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, то все прекрасно понимают, что если закрыть на это глаза, то завтра это может случиться с вами или с вашим ребёнком. Вот точно такой же принцип исповедуемый. Есть то, на что закрывать глаза мы не можем, и то, о чём не говорить мы тоже не можем. Потому что мы считаем, что завтра это может произойти уже, сегодня это не имеет отношения к нам, да, но завтра это может произойти с какими-то нашими знакомыми или там с какими-то нашими родственниками, или вообще с человеком, который, в общем-то, скажем так, ничего противозаконного не сделал. И вот тот случай, который произошёл, как бы, на парковке у нас 13 июля 2018 года, ярко об этом говорит. То есть мгновенно включились, как бы, средства массовой информации по всему миру, не только в Украине, как бы, не только те, которые расположены в Киеве, не только национальные СМИ, но и средства массовой информации, которые находятся в Европе, которые находятся в Соединённых Штатах Америки. Потому что то, что произошло здесь, да, то есть, скажем так, это нонсенс для Одессы. То есть если лица могут позволить себе бить дубинками посреди белого дня журналистам, распылять им слезоточивый газ, бить им камеры, и это всё происходит в центре города, то мы все прекрасно понимаем, что если сейчас это оставить безнаказанно, то завтра эти же люди будут бить камеры другим журналистам. И здесь необходимо отметить, что, к сожалению, средства массовой информации, большинство из средств массовой информации, не все, которые находятся в Одессе, как бы на эту ситуацию никак не прореагировали. То есть когда били их коллег, многие из одесских журналистов даже совершенно открыто радовались в Фейсбуке, говорили, мы так рады, что избили наших коллег, потому что вот мы их не любим, они плохие. И некоторые пытались говорить, что это были не журналисты, это были тамплиеры. И знаете, как бы, я понимаю, что это может быть звучит смешно, но говорили это, знаете, не где-нибудь там на рынке, на приозе, а говорили это начальнику ГУНП области, господину Головину. То есть его пытались убедиться в том, что по Одессе ходят тамплиеры, и этих тамплиеров побили. Понятное дело, что это вызывает улыбку, но вплоть до этого. И, к сожалению, те журналисты, которые в этой ситуации не только не осветили, но тех событий, которые произошли с их коллегами, но и выступили по сути своей на стороне тех лиц, которые прямо нарушают закон. Я сейчас говорю о муниципальной охране, о муниципальной варте. То есть это та организация, которая содержится за деньги налогоплательщиков, за деньги одесситов. И это та организация, которая 13-го числа применила силу в отношении тех людей, которые их содержат, и как бы платят им заработные платы, и покупают вот это вот обмундирование, вот эти дубинки, которыми они бились тогда одесситов, куплены за деньги одесситов. И, безусловно, когда средства массовой информации одесские поддерживают этих людей, им кажется, вероятно им кажется, что они в такой способ, в общем-то, наказывают неугодных им коллег. Но при этом они не понимают, что завтра вот эти же муниципальные варты, муниципальная охрана, которых они поддерживали, и в отношении которых они говорили, как хорошо, что вы избили наших коллег, начнут бить их. И в тот момент, когда начнут бить их, ни один человек, ни один журналист за них не заступится. Потому что все будут помнить, как они себя повели в тот момент времени, когда, скажем так, вот произошло это с их коллегами. И, безусловно, подобного рода вот тенденции, да, их нельзя замалчивать, о них необходимо говорить. Потому что, если взять, например, пример с адвокатурой, да, то вот ни для кого не секрет, что здесь же на парковке заместитель начальника департамента муниципальной безопасности, господин Юрий Савченко, препятствовал адвокатской деятельности адвоката Тарасенко, хватал ее за руки, толкал ее, грубо выражался в отношении нее. И когда это видео, например, я разместила в группе Рада Адвокатов Украины, то возмущение был шквал. Не нашлось ни одного адвоката, который бы сказал, ой, как хорошо, что препятствовали адвокатской деятельности моей коллеги. Или, например, не нашлось ни одного адвоката, который бы сказал, ой, я знаю Тарасенко, адвоката Тарасенко, вот она мне не нравится, вот очень хорошо, что с ней это сделали. То есть, что касается адвокатского сообщества, не нашлось ни одного адвоката, который бы не высказал свое возмущение по этому поводу. Но когда вопрос коснулся журналистского сообщества, то здесь, к сожалению, вот тенденция была таковой. И когда мы сталкиваемся с подобного рода случаями, то с нашей точки зрения, безусловно, о них нужно не только говорить, но и доводить их до логического, юридического конца. То есть, те люди, которые нарушили закон, обязаны понести за это ответственность в рамках действующего законодательства Украины. Вы всегда видите лишь последний кадр, играя роли в чужом кино. Все тайное становится явным.